В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Как продвигается ремонт взрослой поликлиники, проинспектировал глава муниципалитета Алексей Спасский. До конца года большая часть работ будет исполнена. Возобновлено строительство жилого комплекса «Новая развилка». На данный момент выполняем все полный комплекс работ по монолитному возведению каркаса здания. В деревне Горки на гоночной трассе «Казачий дозор» прошли гонки на выживание. Очень грязно, очень симпатично для нас это, для гонщиков. Осень – время прививаться от гриппа. На фоне эпидемиологической обстановки процедура становится наиболее актуальной. Депутатский корпус, след за главой Ленинского городского округа, решил на своем примере показать важность прививочной кампании. В одной из амбулаторий, где прививки делали народные избранники, побывала и наша съемочная группа. Подробности в репортаже Юлии Пагасьян. 28 августа в Московской области началась прививочная кампания против гриппа. В этом году представители регионального объединения развития в Подмосковье реализуют программу пропаганды этой нужной процедуры. На примере общественных деятелей, спортсменов, представителей культуры и муниципальных депутатов призывают граждан прийти в поликлиники и сделать прививку. Если человек заболеет и гриппом, и коронавирусной инфекцией, это может быть очень серьезное осложнение, очень серьезные последствия для здоровья. Поэтому мы решили сделать эту акцию распространить на всю Московскую область и в первую очередь хотя бы на данном этапе обезопасить от гриппа людей. Акция «Будьте здоровы» продлится с 7 по 19 сентября, но сделать прививку можно уже сейчас и вплоть до начала зимы. Врачи рекомендуют прививаться заранее, ведь вакцине нужно время, чтобы адаптироваться в организме. Она начинает действовать в течение двух-трех недель. У каждого человека своя непереносимость. И вакцинация – это тоже, в принципе, для организма вакцина – чужеродный белок. Поэтому возможны какие-то легкие реакции организма. Спокойно относиться к этому и никаких особенных прием препаратов особенно не требуется. Но если она будет уже какое-то длительное время, тогда обращаться уже непосредственно к участковому терапевту. С начала прививочной кампании порядка 700 жителей Ленинского городского округа сделали прививку от гриппа. Процедура быстрая, безболезненная, доступна для каждого гражданина, бесплатно. Совершенно не больно. Я даже, я думала, она еще не уколола. Очень хорошо. Но вообще хорошо колет уже. Поэтому я считаю, что это хорошее дело и нужно сделать. К кампании вакцинации против гриппа вслед за главой Ленинского городского округа присоединились представители депутатского корпуса муниципалитета. На своем примере они показали, насколько важно в нынешней эпидемиологической обстановке пройти процедуру. Понятно, что так или иначе каждый год у нас есть сезонная заболеваемость гриппом. Определенная статистика, она на самом деле достаточно высокая. Поэтому профилактика в виде прививки, я думаю, как минимум ее снизит. И как минимум защитит тех людей, кто больше всего подвержен этим заболеваниям. Делать прививку от гриппа можно всем, кто полностью здоров. Не допускается даже легкая простуда. Особенно рекомендовано людям, которые находятся в группе риска. Это дети с шести месяцев, беременные женщины и пенсионеры старше 65 лет. Противопоказание одно – непереносимость куриного белка, который входит в состав вакцины. Юлия Пагасян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно этого. Ремонт взрослой поликлиники города Видное идет ускоренными темпами. Сейчас в здании трудятся сразу несколько десятков человек. Ход работ проинспектировал глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Подробнее расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. Когда стало известно, что капитальный ремонт взрослой поликлиники города Видное пройдет в 2020 году, возникли опасения, что на сроки проведения работ может негативно повлиять ситуация с пандемией COVID-19. Несмотря на это, реализация проекта началась даже раньше, чем это было запланировано. Запланировано так, что будут определенные секции по определенным услугам медицинским. Плюс ко всему будут достаточно просторные холы, холы ожидания. В рамках капитального ремонта будут проведены не только фасадные и внутренние работы, но и произведена замена инженерных коммуникаций. Также планируется изменить навигацию посетителей, чтобы разделить потоки пациентов. Главе Ленинского городского округа Алексею Спасскому на чертежах было показано, какие правки были внесены в изначальный проект. Сейчас идет самый сложный этап работ, касающийся замены инженерных сетей. Ремонт ведется активно, ведь открытие обновленной поликлиники как можно быстрее в интересах жителей округа. Проговорили, в общем-то, выдано уверение под камерой, вы тоже это засняли, о том, что до конца года большая часть работ будет исполнена. Поэтому будем контролировать в обязательном порядке события, повторюсь, очень долгожданно, очень нужные для всего городского округа. По окончании ремонта медицинское учреждение будет соответствовать стандартам федерального проекта «Бережливая поликлиника», суть которой в оптимизации ресурсов, времени и качества обслуживания посетителей. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Дольщики ЖК «Новая развилка» лично смогли убедиться в том, что строительство их домов возобновлено и идет полным ходом. Они посетили строительную площадку, смогли пообщаться с представителями компании, которая взялась за застройку проблемного объекта. На строительной площадке побывала и наша съемочная группа. В «Развилке» реанимирован проект «Жилой застройки». Изменилось и название. Теперь «Жилой комплекс» будет именоваться не ЖК «Новая развилка», а «Три квартала». Дольщики смогли своими глазами убедиться в том, что стройка вновь ведется. Их пригласили на открытие офиса продаж, где каждый смог задать свои вопросы новому застройщику. Будущие жители надеются, что вместе со старым наименованием в прошлое уйдут и все проблемы. И совсем скоро каждый сможет переехать в новую квартиру. «Хотелось бы, конечно, чтобы этот дом построился, потому что все этого ждем. Кто, естественно, ипотеку взял, кто материнский капитал вложил, кто-то что-то продал, вложился. Поэтому, конечно, это самое основное, чтобы наш домик построился. Ну, мы довольны, что вот нашелся, в конце концов, инвестор и благодарны, что они взялись. Жители старого поселка очень ждут с нетерпением новых квартир. В 19-м году должны были инвестиции, вот так называемые. Она сбежала, можно сказать. Сбежали, чего-то авантюрой занимались, мозги пудрили. А сейчас вот новые люди хорошо работают, мы довольны. За строительство взялась компания ПСТ и пока финансируют работы за собственные средства. Но в настоящее время идет процесс открытия кредитования на достройку объекта в одном из банков-партнеров. На следующей неделе мы встречаемся, отрабатываем дорожную карту, с этим идем в банк. Я надеюсь, что там в течение месяца мы уже от банка какое-то предварительное решение должны им получать. Напомним, что разрешение на строительство ЖК было получено еще в июне 2016 года. Сначала работы велись, а через два года стройка встала. Только после вмешательства муниципальной администрации дело сдвинулось с мертвой точки. И если раньше дольщики о ходе строительства могли только догадываться, сегодня они сами увидели, как ведутся работы. В полном разгаре перестройка строительного процесса, налаживание поставок и производство работ. Дружеский момент нет, но разрешение строительства в будущем будет продлеваться еще на дыр. То есть сегодня по строительным графикам переустраиваются 18%. В ЖК «Три квартала» запроектировано несколько жилых домов, детский сад и медицинское учреждение общей площадью около 140 тысяч квадратных метров. Временные рамки окончания всего проекта 4,5 года. В настоящий момент ведется строительство дома номер 12. Данный объект нам достался от другого подрядчика, но, скажу сразу, объект в нормальном, даже в хорошем состоянии нам достался. Пришлось небольшие мероприятия произвести по оживлению его. На данный момент выполняем все полный комплекс работ по монолитному возведению каркаса здания. В новом квартале также получат квартиры семьи, проживающие в аварийных домах старого поселка. На сегодняшний момент подписаны документы под расцеление 34 партия. Списки эти тоже сейчас будут все восстанавливаться, потому что работают старые застройщики, документация поднимается. Опять же, всех переселенцев мы будем приглашать сюда индивидуально. Новый застройщик уверен, все, что делается на объекте, должны знать люди, вложившие свои средства в новое жилье. А значит, подобные встречи еще будут и не раз. Татьяна Брылова, Максим Гришков, Александр Новичков, Сергей Ларин. Видное ТВ. Рев моторов, азарт и командная игра. За это любят мотобол все от мала до велика. Наша съемочная группа побывала на тренировке молодежной команды «Металлург» и поговорила с юными спортсменами, многие из которых уже неоднократно становились чемпионами России и Европы. 16-летний Тимофей Гусарев впервые сел на мотоцикл в 4 года. Начал с мотокросса, где добился довольно внушительных успехов, которым не помешали ни молодой возраст спортсмена, ни травмы. На гонке упал неудачно и сломал ключицу. Как раз зимой через три месяца чемпионат Европы должен был. Надо было быстрее восстановиться. Ну, я не в полную силу поехал на чемпионат Европы и на второе место. А три года назад Тимофей влюбился в мотобол. Теперь его задача – попасть во взрослую сборную России. Сейчас он и еще несколько самых способных ребят старшей возрастной группы готовятся к Кубку России. Поиграть против опытных игроков, ребят, которые в сборной России, это не каждому предоставляется такая возможность, тем более в таком возрасте, поучаствовать в Кубке России. Затем они отправятся на чемпионат России среди юношей в город Ковров. Расслабляться юным мотоболистам некогда. Тренировки почти каждый день. Но, как уверяют спортсмены, это того стоит. Если у остальных получают, значит, у меня должно. Значит, надо просто потренироваться побольше. В юношеской команде «Металлург» занимаются ребята с 8 лет. Сначала их знакомят с мотоциклом и его устройством. И только потом обучают езде и мотоболу. Всего в автопарке сейчас 28 мотоциклов. Каждый из них подстраивается под конкретного игрока. Зитпилот, 50 кубических сантиметров. Там 3,5 л.с. Это именно для начинающих мальчишек, которые пришли со школы, которые пришли с улицы. А ребята повзрослее, то бишь юноши, у них мотоциклы японского производства «Кавасаки КХ-85». В юношеской команде «Металлург» тренируются более 30 ребят. И все они уже не представляют свою жизнь без мотобола. Сейчас идет набор на новый учебный год. Так что, если ваш ребенок любит рев моторов и командную игру, добро пожаловать на стадион «Металлург». Екатерина Борисова, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. После долгого перерыва, связанного с пандемией коронавируса, на гоночной трассе «Казачий дозор» в деревне Горки состоялись традиционные соревнования по мотокроссу и гонкам на выживание. Подробнее в сюжете Натальи Буслаевой. Гонки на трассе «Казачий дозор» проходят уже более 4 лет. Очередные соревнования в деревне Горки собрали 80 участников из разных регионов России. Возрастная категория от 5 до 65 лет. Трасса у нас сертифицирована. В соответствии с этим у нас есть положение о порядке проведения гонок. Вся информация размещена в интернете, на наших сайтах. Соответственно, люди, которые из других регионов приезжают сюда гоняться, они подают заявки. Соблюдение идет медицинского характера, определенные требования по документации. Разрешение от родителей, прежде всего от детей. В части безопасности у нас здесь принимаются действительно серьезные меры. Гоночная трасса в Горках уже давно стала центром притяжения для юных спортсменов из многих уголков России. Григорий приехал из города Владимира. Он участвует в заезде по питбайку. В этом виде спорта юношу привлекает скорость, экстрим, преодоление препятствий. Ехал какой-нибудь там трамплин, допустим, хотелось прыгнуть, было очень страшно, то есть перебороть себя было. Да даже вот на тренировке спокойно. То есть какой-то характер нужно было как бы проявлять. Первыми на старт вышли самые маленькие гонщики. Когда со стороны наблюдаешь за пролетающими мимо мотоциклами, сложно осознать, что за рулем железных коней пяти восьмилетние мальчишки и девчонки. Среди них спортсменка из Красногорска, 11-летняя Соня Иванова. Девочка принимает участие в соревнованиях с 2018 года. Плоховато проехала, могу приехать получше. Но я проиграла на старте, уехала в самый последний. А сейчас скоро будет второй заезд. Надеюсь, что буду исправляться и будет все лучше. Прошли на трассе и гонки на выживание. Безусловно, это весьма зрелищный и эффектный вид спортивных состязаний. Поддержать участников заездов приехал неоднократный победитель гонок на выживание, актер и каскадер Федор Шилов. Приятно, что народ приезжает, несмотря сегодня погода плохая. Мы не смогли прилететь на парапланах, порадовать ребят. Но зато все равно народ собрался. И вот сегодня будет, как говорят наши спортсмены, мещить грязь. В очередном этапе гонок на выживание принимал участие сын Федора Роман Шилов. Очень грязно, очень симпатично для нас, для гонщиков. Это на самом деле очень увлекательно. Я сейчас вырвался третий, ехал третий. И у меня начала улетать вторая передача. И я пропустил двух соперников. Но вроде бы пять участников попадают в финал. Технические виды спорта очень популярны в Ленинском городском округе. Соревнования собирают большое количество зрителей всех возрастов. Я люблю этот вид спорта. Это действительно праздник в горках ленинских. Стараемся посещать все гонки на выживание. Потому что это интересно, это мужественно. Здесь собираются именно любители технических видов спорта. Первое место в мотокроссе в своей возрастной категории занял Кирилл Евлашкин из Белгорода. А в гонках на выживание золото взял Сергей Щетинин из Москвы. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВИДНЕ ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова